Браки российских звезд с самой большой разницей в возрасте. Привет, друзья! С вами Интересная Инфо. Вокруг и без того эпатажной парочки Ивана Краско и Натальи Шевель, которую он старше на 60 лет, разгорелся новый скандал. Объявился некий молодой человек, который называет себя любовником Натальи. А дальше все, как у нас принято. Пусть говорят, первые полосы таблоидов, светские телеграм-каналы и тому подобное. Между прочим, при простейшем анализе неравных браков российских актеров с молодыми девушками прослеживается очень даже интересная тенденция. Звезды пользуются своим звездным положением, чтобы устроить личную жизнь. А почему бы и нет? Сергей Селин и Анна Каймакова. 23 года разницы. В 2009 году Сергей, известный по сериалу как Дукалис, развелся со своей первой женой Ларисой и ушел к молодой карьеристке Анне, с которой они уже родили двоих детей. Пожениться пара смогла лишь в 2015. Сергей не бросил сына от первого брака и всячески ему помогает. Андрей Урган и Елена Романова. 30 лет разницы. Романтические отношения между известным актером и студенткой завязались после его лекций в институте, где училась Елена. Как писали таблоиды, сперва она планировала через Андрея выйти на его знаменитого сына Ивана Урганта, но после провала переключилась на звездного отца. С тех пор Иван холодно относится к выбору отца. Ну что поделать? Пара вместе уже больше трех лет, но у них нет регистрации брака. Может Елена все еще целится в Ивана? Кто знает? Олег Табаков и Марина Зудина. 30 лет разницы. У них все идеально. Она его ученица, легко прошедшая кастинг актеров в его театр. Пара в браке уже больше 20 лет. У них двое детей, 95 и 2006 года рождения. Их сын успешно снимается в кино. Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. 44 года разницы. Брак со своей третьей женой Армен заключил в начале 2016-го и развелся в 2017-м. Что стало причиной расставания, доподлинно неизвестно. Но Армен Борисович тяжело перенес эти испытания и даже попадал в больницу. Вернемся к Ивану Краско и Наталье Шевель. Они зарегистрировали свой брак в 2015-м году. С тех пор Наталья успела переругаться с семьей Ивана Ивановича и погрязла в бедности. Девушка признается, что она придумала новости о своем романе на стороне исключительно из-за бедности. Голод и отсутствие денег даже на проезд в метро подтолкнули ее к черному пиару. Друзья, чтобы в вашей жизни все было замечательно, обязательно подпишитесь на наш канал. Ибо у нас самые благородные, самые лучшие подписчики. Берегите себя, ибо никто не лучше вас самих. Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи!